Предновогодняя суета закружила и взрослых, и детей. Выбор карнавальных костюмов, елочных украшений и подарков. Но перед тем, как перелеснуть календарь, принято подводить итоги. Что такое Новый год? Это подведение, прежде всего, итогов. Поэтому у нас традиционно в третьей музыкальной школе проходит ассамблея детского музыкального искусства «Классическая музыка». Подводят итоги и художники. 26 декабря в художественном музее откроется отчетная выставка «Картина года». 21 декабря – финал городских конкурсов «Дед Мороз» и «Оскольская снегурочка». Новогодние утренники начнутся 22 декабря. Театральное представление «Самый лучший подарок» можно будет увидеть с 24 декабря по 8 января. А 25 числа откроются городские елки на площади Победы и у комсомольца. 28 декабря Центра «Даренность» проводит Олимпийский карнавал. К слову, в этот раз в новогоднюю ночь традиционного салюта не будет, а вот праздничные концерты местных творческих коллективов не отменяются. Новогодние гуляния будут организованы и в 11 сельских территориях. На каникулах помимо ряда спортивных мероприятий будут работать творческие мастерские, готовятся игровые программы в Центрах детского творчества. 7 января на главных площадях города пройдут рождественские представления, а 9 января в часть дня в Городищенском доме культуры состоится концерт «Вифлеемская звезда». Кстати, наступающий 2014 год объявлен Годом культуры. В округе запланирован бал работников культуры и масса грандиозных мероприятий. В этом 13-м мы провели одно брендовое мероприятие на сельской территории. Мы проводили праздник меда, а в этом году мы их запланировали 5 провести. Они будут в разных селах, Федосеевка, Городище, Роговатое, также в Шаталовке пройдет и в Незнамово праздник староскольской игрушки. То есть это будут мероприятия уже не городского, а областного уровня.